Добро пожаловать! Вот я занимаюсь йогой, рейтинг, чем угодно заниматься, но при этом сначала восторженность, когда он начинает чем-то заниматься, какой-то практикой, каким-то направлением, именно восторженность появляется, когда он начинает заниматься, то вот этот всплеск идет, и ты такой адепт этого всего, и тебе хочется спасти. Всем донести информацию, всем рассказать, встречались, да, с этим? А потом, со временем, если здравомыслие у человека есть, то он начинает понимать, что больше всего эта ситуация начинает начинать начать ему анекдот про лосяк, когда он все пьет, пьет, ему все хуже и хуже, да? Вот из этой же серии. И подходят, и сейчас задают вопросы, а почему так? А что происходит? Почему я такой хороший, почему я такой весь позитивный, а у меня, например, жизнь не влаживается, почему я себе женщину не могу найти, почему я себе мужчину не могу найти, почему у меня в семье проблемы, почему я один или я одна остаюсь, и так далее. Почему у меня дети не слушаются? Ну, знакомые вопросы, да? И, конечно, в итоге все сводится к одному. Сводится к тому, что они не понимают, первое, кто они на этой земле, для чего они на этой земле, что им необходимо сделать, какой пройти путь. Вот эти три вопроса вызывают, основные три вопроса, очень простые. Вызывают вопросы, а как быть? И как это все определить? И как с этим жить? И как-то, казалось бы, не странно, вроде люди все разные, а ответы одинаково приходят. Поэтому как раз я сейчас позвал, чтобы я все рассказал. Значит, давайте начнем сразу. Вот я когда разговариваю, я говорю, всем рассказываю, что существует один единственный страх у всех людей, который вызывает кучу других страхов. Кому я говорю, помолчите. Как вы думаете, какой это страх, самый главный, из которого вообще все будет, все остальное вылезает? Все другие страхи? Смерть. И четкий вариант. Страх, что меня не любит. И четкий вариант. Жизнь. Страх жизни? Прикольно. Одинок, что надо? Да. Знание. Знание. Так, понятно. Одинок. Хороший вариант. Хороший вариант. Неизвестный. Хороший вариант. Так вот. Отлично. Теперь как раз доска. Решим вот такую пирамиду. Любая пирамиду развивает что? Что есть какое-то начало, есть какая-то основа. То есть вершина, основа. Вот. Теперь смотрим. Какие самые-самые распространенные страхи? Меня никто не любит. Меня никому не нужен. Я останусь один. Да? У меня что-то там поднимут, у меня что-то украдут, у меня что-то пропадет и так далее. А еще другие страхи возникают. Но это не самый нижний уровень. Берем уровень повыше. Здесь есть какие-то другие страхи, из которых рождаются страхи внизу. Каждый страх более высокого уровня порождает несколько страхов, которые находятся под ним. Переходим еще уровень, еще уровень, еще уровень. И мы понимаем, что в конечном итоге, если мы разберемся, существует самый главный страх. И ты его правильно назвал. Страх смерти. Почему я называю самым главным страхом? Потому что если есть страх смерти, он порождает все остальные страхи. Давайте разберемся, как это все происходит. Я сейчас на слово дарил такую базу, чтобы вы поняли, как это все происходит. Страх смерти. Я боюсь умереть, говорит тело. Не вы говорите, говорит ваше тело. Я боюсь умереть. Но для того, чтобы не умереть, что нужно? Еда нужна? Значит, рождается страх, что я останусь без еды, да? Воздух нужен? Здоровье нужно? Понятно, да? Еда, здоровье, воздух. Если я не буду работать, у меня будет еда? Нет. Появляется страх, что я не буду работать, останусь без работы. Если нет работы, с чего осталось работать? Нет образования, нет связей, нет знакомых. Связи. Это одиночество. Образование. Свои страхи тянет, да? Это свои и так далее. Они все вот так вот переплетаются. Но самый верхний страх, страх смерти. Можно вопрос? Можно. Да. Был не назван такой страх бесцельно прожитой жизни. Вот есть такое стереотипное выражение. Вот будешь умирать и некому воды подать, да? Это речь идет о некой семье, да? Анекдотная тема есть. А вот вариант. Человек как бы на смерть, на мадре и понимает, да, что цель, ну как бы жизнь бесцельно прожита. Она там распылена. Отлично. Отлично. То есть это же не страх смерти. Согласен. Над ним находится, когда человек умирает, происходит расслабление сознания, он понимает, что этот страх достигнет вершины и дальше что-то есть. И вот тут включается вопрос, а фиг где ты тут делал? Да. Это не страх. Не страх же это, да. А что? Это вопрос. Нет, это тоже страх. Я тоже тебе согласна. Я, например, нету страха умереть. Вообще не боюсь. Ну вот страх прожрать все, что тебе дали или неправильно этим воспользоваться. Кто-то мне сегодня уже это говорил. Не будем большим показывать. Один к одному. У меня нет страха умереть. Ну осознанного такого страха. Я проявлю. А мы-то говорим не про проявлю. Никто про это страх не думает. Все думают одиночество, образование, кто-то меня бросит, дети что-то не поймут, будет это не так, я осталась без работы, там заболеет кой, например, на соревнования не поеду, не поеду на соревнованиях. В конечном итоге это счастье. Это ты сейчас говоришь. Здорово все, отлично. Но ситуация в том, что я вам рассказываю саму схему, куда все приводит. В конечном итоге этот страх порождая страхи этого низкого порядка строится на этой пирамиде. Они все возвращаются к нему. Это на уровне подсознать. Человек не осознает. Даже говорит, я не боюсь смерти. Чего угодно. Итак, давайте теперь разберемся. А кто боится смерти? Тело. Тело. Что такое, давайте разберемся, тело. Вот сейчас базу, да, мы рассматриваем базу. То есть, вы люди более-менее подготовлены, да, и поэтому вот проще у нас будет. Если бы мы сейчас просто бабушек с улицы взяли, или дедушек, или вот эта молодежь, пойдем поговорим, было все проблематично. Но, к счастью, у нас все было проблематично. Так вот, правильно говорит, тело боится смерти. Что есть тело? Тело – это некий белоруб, созданный кем-то для чего-то. Вот сейчас мы потом будем коснемся кем-то созданному. То есть, кто создал? Кто создал это тело? Для чего? Для чего? Так вот, когда мы разобрались, что это телесное, что такое тело, теперь разберемся, да? Тело – это биоруб для выполнения каких-то задач, которые кто-то сделал для чего-то. В который включается, понятно, двигательную систему, энергетические системы, которые включают вот эту штуку, чеколдышку, которая находится у кого-то, музыку, вот еще что-то, да? И там находится биокомпьютер, тот, который постоянно мыслит. Чем оперирует биокомпьютер? Там. Любой компьютер оперирует той информацией, которая у него поступает из того мира, который он адаптировал, перерабатывает и он нацелен на то, чтобы опять мир отдать. Уровень горизонтальный. То есть, дальше он не запрыгнет. Вот у него есть пределы. Согласны с этим? Любой компьютер, заложенный в программу, выше он не прыгнет. И тех данных, которые у них нет, для него не существует. Не согласны. Давай. Есть такое понятие даже в машинных системах самообучаемости. Молодец. Ты послушал последнюю фразу. Но это изначально заложено должно быть. Есть заложенная основа, вычислительная, и есть тот уровень данных, который он может получить. Выше этого уровня данных он не может получить. Как бы он не образовывался. Он заточен под этот мир. Дальше он перепрыгнуть не может. Он не может залезть в те миры, которые не его. Инструменты. Он не может их пощупать. Он не может их потрогать. К компьютеру человек может соединить глаза, камеру, уши, микрофон, ощущения, какие-то сенсоры, еще что-то. Это может запахи улавливать, это можно компьютер подключить. Согласна. Потому что человек это делает, исходя из того, что у него есть, по своему образу и подобию. То есть человек создает биокомпьютер по своему образу подобию. Он не может создать то, что выходит за его понятие и представление. То есть человек живет в трехмерном мире плюс четвертое время и этим все ограничивается. Есть такое понятие абстрактное мышление. Замечательно. Вот с развитием математики оно как бы вошло. Замечательно. И с помощью него человек может представить то, что он не пощупал, не потрогал. Опять же, исходя из своих представлений об этом, которые эти представления он получил из этого мира. Вот эти черты. Ну, опять же, если мы говорим, что абстрактное мышление, может быть он представляет. Нарисуй мне того, чего нет. Из этого мира. Иди. Иди, нарисуй мне того, чего нет. Я нарисую, и оно будет. Ну, еще раз. Потому что ты не можешь представить того, чего нет. Почему? То есть исходить из того, что ты уже представляешь. Ну, правильно. Это просто последовательность операции. Ты будешь рисовать то, что так или иначе ты где-то представляешь, что у тебя в голове есть. Правильно. Вот, вот. Ты же не поддерживаешь сейчас. Вот есть база, больше которых ты не поднимешься. Ты не нарисуешь того, что ты не можешь себе представить. Там. Ты нарисуешь только то, что есть вот здесь. До сих, не до сих. Все. Да, тогда уточним. Не он не нарисует. Тело не нарисует. Потому что он обладая высшими телами, он то воспринимает. Ну, понятно. Мы говорим, пробил тело, пробил компьютер. То надо говорить. Воображение человека, как и абстрактное мышление, как и компьютерная программа, сам обучает. Она ограничивается какими-то характерами. От сих до сих. Компьютер может набрать что-то. Откуда он будет набирать? Он будет набирать отсюда. Вот из этой. Вот эта нижняя черта, это вышняя. Сюда, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. И то. Это могут заканцевать. Что такое творчество? Творчество, творение. Ну понятно. Ты творишь в этом мире. Творишь теми инструментами, которые в этом мире тебе доступны. И творишь теми знаниями, которые тебе доступны. Вот если ты создаешь что-то новое, или ты копируешь что-то, что уже есть? Ты создаешь, складываешь как мозаика. Да. Взял вот этот пазл, где сейчас играли. Вот они разбили там, да? Но все равно машинка получится. Но. А вот у одного пазла такой, у другого пазла я такой. Ты можешь сам пазл нарисовать. Но он все равно будет. Завязан вот эти кусочки, которые у тебя порубят. По-другому. Иначе вообще ничего не получится. Ладно. Леш, может быть вопрос здесь в том, что имеется в виду развитие сознания или не развитие сознания? Разница есть. Мы сейчас говорим про биороботу. А он говорит про сознание. А здесь нет. Стоп, стоп. Сознание есть часть биоробота. Сознание. Человек осознает то, что есть в этом мире. Они здесь это, понимаешь? Они сознанием называются в другом мире. У них здесь эта ошибка постоянно. Миллион раз говорю, они не хотят в этом ехать. Что слово само, слово знание, е, относится к ментальному телу, к нижним телам. К биокомпьютеру. А там, о чем вы говорите, по-другому это слово называется. Русский язык. Да без разницы. Давайте так. Русский язык. Русский язык богатого отношения. Есть слово знание. Что значит знание? Нять. Вот есть нять. Принять, отнять, унять. Нять, да. Нять мое. Вот то, что я к себе. Нять. Да? Нять. 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 Да. Возьми. Взял. Это нять, а то, что стало твоим. Это знание. Знание, это когда идет некая информация. Неважно откуда пришедшая. От глаз. От мыслей, от ушей, от чего угодно. И ты ее принял. А это значит знание. От сознания. От сознания. Это знание. Есть. Дальше. Ум. Есть. Разум. Это разные вещи. Разум. То, что разумеет, принимает информацию. Это разум. Потому человек и разумный. Он принимает информацию. И откладывает куда? На уровень. В этого диапазона биоробот. Биоробот улавливает. И это становится знаниями. Человек ощущается разумение. Когда у человека разумный. Разумность. Разум. Хоп. Озарение. Это разумность. А потом он переводит знания. Берет тяпочку. И начинает повышать квалификацию. Становится за станок. Токарный. Фрезерный. Или что-то другое. И повышает квалификацию. Или сидит за рулем. Первый. Помните, когда первый раз мужик сел за рулем. Рядом сидит жена его. Он едет так. Скорость 40 км в час. Бибикает. Он едет. Глаза вот такие. За рулем держится. Спрашивает. Жена. С левой стороны окно открыто у меня. Да. Открыто. Спасибо. А потом через два года. Еще разговаривает там. И так далее. Вот это стало знанием. То есть он внял. Это стало знанием. Умением. Ум. Теперь умеет. Он разумел это. Ум закрепил. И на этом уровне стало практикой. Он это теперь умеет. Как говорят. Мастерство не пропьешь. Есть такая дурацкая. Да. Прибалутка. Вот подниму его. Растормошил. И он ставит. И он тебе там будет гайки крутить. Грубо говоря. Потом прыг к своему сухому станку. Как он это сделал. Никто не знает. Проверяет. Все точно. Биоробот отрабатывает. На автомате. Это уровень подсознания. Есть подсознание. Есть сознание. Есть сверхсознание. Мы сейчас говорим на элементарном. Да. Про биоробот. Поэтому давайте сейчас только не перепрыгивать. То есть смотрите. Биоробот это то, что может здесь оперировать тем, что есть. Есть осознание. Про которое есть говорит. Высшего порядка. Мы сейчас его не трогаем. Вот о котором ты говоришь. Это высший порядок. Мы до него должны еще добраться. Мы говорим про сознание. И этого порядка. Не путайте. Есть разные варианты сознания. Конечно. То, которое говорил Марат. Это высший уровень осознания. Я его не отвергаю. Но мы сейчас говорим. Вот про это. Давайте про Базу сначала поговорим. Потому что мы постоянно. У человека есть проблема. Хочется сразу и всего. Как это. Таблетку о жарости побольше. Да. Вот из этой же силы. Давайте последнее. Значит, помню. Что биоробот. Он выстроил для себя систему страхов. И когда человек говорит. Я не боюсь. Но делает неправильные поступки. И у него что-то в жизни происходит не так. Это говорит о том, что вот эта пирамида в нем живет. Матрица такая. Страховая. Потому что если. Первый показатель. Если в жизни у вас хоть что-то идет не так. Вы нервничаете. Вы раздражаетесь. Вам хочется кому-то что-то доказать. Кто-то вас не понимает. Как вам кажется. Кто-то из родственников там что-то еще делает. Кто-то еще что-то. И так далее. Вы чем-то не удовлетворили. Это первый уровень показатель. Что вот эта пирамида действует. И она как матрица вас дарит. И она ставит предел вот эво. Почему я говорю этот предел. Потому что биоробот выше этого подняться не может. Он смертен. Какой выход. Вот теперь. Все это понятно? Понятно, да? То есть разобрались. Осознание вот этого биоробота, уровня биоробота. Не осознание высшего. О чем мы здесь говорили. Я согласен. А вот это осознание. Ясно. Можно ли доверяться этой системе? Нет. Ни в коем случае. Нет. Но она же нужна. Без нее правильно использовать. Потому что. Смотрите. Потому что. Кто-то. И для чего-то. Вот эту систему все сделал. И было вот это вот. Человекообразное существо. Для чего-то здесь этот мир проявлен. И вот этот биокомбьюн. И вот эта вот матрица передвижения. Она для чего-то здесь существует. И для чего-то. Давай теперь разбираться. Кто? Или для чего-то. Какие себя? Творец. Творец. Прекрасный вариант. Нет. Вопрос в чем? Кто? Кто действует? Кто творец, да? Кто творец. Ну, творец хороший. Как еще вариант? Ну, такой вариант, что сам. Сам, да. Сам себя там делал, сам себя и не делал. Сам себя там делал, сам себя и не делал. Мы там все знали для того, чтобы сюда прийти, чтобы сюда прийти, что-то сделал. Там где? Ну, я не знаю, там, где высшее, где надсознание работает. Есть нечто такое, где что-то, кто-то существует. Кто, как это все проявляет? Кто там существует? Как это все выявляет? Ну, может, высшее Я творцы там. Высшее Я. Отлично. Так, дальше, что высшее Я делает? Вы сейчас я решила сюда прийти, на месте играть вот эту игру, там, я не знаю. А вот это вот, это вот облако, это облако Майлова, да? Кровь Майлова, ягодс диск. Как оно выглядит? Где оно находится? На сервере, что ли? Алис Шарк-Усману, да? На божественном сервере. Отлично. Так, согласны, согласны? Давайте, летим и думаем. Раз, включаем, летим. Здесь? Здесь? Какая-то обычная вибрация какая-то, высокая вибрация. Ну, и здесь, в смирении. Нет, ну зачем? Нет, ну зачем? Если ты говоришь, замер славит, он душа приняла... Ладно, 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 мы пока не разделяем. Мы пока не углубываемся. Ты сжива поначалу. Мы просто говорим абстрактно пока. Ну, рамка себя проявляется. Есть нечто, где кто-то, дворец какой-то, в данном случае, хорошее предложение, что высшее я, вот друг из того ни сего решил вот это все замутить ерундой. А кто-то помогал ему? И вот когда я работаю, и тут такая вспышка, контакт состоялся. Что это за область? Род. А рядом находится еще один человечка здесь. Еще такая вспышка. Тут еще кто-то за его спиной, тут еще кто-то. И вот такие вот туда вот идут вспышки. Так вот это общее получается, что ли? Продукты полотеного разума? Или у каждого все-таки свое должно быть? Ну, рот. Ну, рот, Юрий Павлович. Каждый народ заникается. Роды на Бога-рода. И у каждого? И у каждого. Находится такая штучка над головой. Вот такая вот. Как капсул. Которая внедряется в голову и уже там внутри связанная со синие церковно-мозговыми уже через это идет работа. Это как вай-фай приемы. Тип того. Но только вот эта вот линия, не канал ее, это канал слова не совсем наше, но, как говорится, все от нас пошло. Какой-то канал, кому-то связь, кому-то нить продавая. Она подвержена интересным моментам. Иногда у кого-то, думаю, здесь играйвер какой-то висит. У кого-то уход в играйвер. Ну, здесь даже воронка больше. У кого-то уход в играйвер. Из как будто прерывания происходит. У кого-то просто здесь пуча мусора такая, плохо пахнущая. У кого-то вообще нет. Ну, у кого-то нет, я не видел. Спрашивай земного, которых светил. У кого-то я не видел такого, чтобы вообще не было. Но воронки бывают, которые закручиваются вот так. И она крутая, заморочена сам себе. Кто-то выбирает какое-то, не будем называть фамилии, имена и отчество. У кого-то такая забитка она, у кого-то там еще что-то. Вот. Но это я сейчас нарисовал какие-то периоды. И так. Вот находится некое облако. Кто-то называет это родом, кто-то про отцом, кто-то там еще как-то. Не важно. Это существует. И все каким-то образом должны быть соединены. Вот там, скажите, кто, пожалуйста, скажет, как там измеряется время? Вечность. 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 Расшифровывайте. Там нет времени. Вечность. Нет времени. Время есть? Там. Нет. Нет времени. Это наше измерение, наше. Нет времени. Но оно там говорит, что наше время по отношению к тому времени слишком коротко. Поэтому с нашей позиции там без времени. Но время, я думаю, есть везде. Где процесс? А с другой стороны. А с другой стороны. А с другой стороны. Я тебе скажу обратное. Что там время слишком коротко для нашего. И то, что ты сказал есть. И то, что я сказал есть. Там, с одной стороны, время может быть бесконечно длинно растягиваться. У нас жизнь прошла, а там еще секунды не прошла. И наоборот. Там уже вечность пролетела, а у нас еще секунды не прошла. Как это называется? И причем? Вот у этого это одно, у этого другого. Но они все находятся в одном. Субъективизм третий. Проще назвать без времени. Без времени. Прочитание есть, пространство нет. Жизнь у нас идет, а уключение есть, а времени нет. Время остановили. Но это другое измерение. А что обязательно, чтобы было пространство? То есть время как бы. То есть время, когда человек? Ну мы же им пространство, мы же можем в отвлечь сюда. Вот простая секунды, да. У нас есть. Там другая мера такая. Мы находимся в пространстве, можем потопить, можем попрыгнуть, а там этого нет, но при этом соединение есть, но при этом общение на всех уровнях, неважно, дедушка, бабушка, внук, сынок и так далее, оно и есть. Так же, как, допустим, данные лежат на конфет, там тоже нет времени не пространства. Данные не лежат на конфет, там лежать нет, там нет ничего лежать. Если просто берем числые информации, то времени не пространства туда. Я не думаю, что там лежать негде. Скорее всего, вот то, о чем ты говоришь, вот это Высшее Я, оно по местоположению находится здесь же, где и мы. Вот так, и мы являемся как бы носителями, да, что ли. Вот так, да, ну я имею в виду и люди, и земля, да, и там сфера разума, да, но сфера, вот это все носители. Отлично, хорошее время. Теперь давайте смотреть так, есть такое понятие различные виды общения. Телепатическое, там такое-сякое, мысленное, ментальное. Что там только нет, да? Мысленное, ментальное, как я говорю, это разные названия, но это тоже. Но что-то не в этом. Вот кто-то говорит, я телепатически общаюсь, я там так общаюсь, я там этак общаюсь, да, с кем-то. То есть там что-то произошло, бах, я это почувствовал. Ну сколько таких случаев, когда, например, там близнецы, вот то, что происходит, а второй ген. Что-то произошло, что-то произошло, что-то произошло, ну вот произошло и все, не могу объяснить, ну что-то плохо. Звонить, как там, температура под 40, понятно. Бабушка заболела, внук там весь трясется, у вас бабушка с этого роста трясется весь. Через это передает все, даже не успели подумать, это уже здесь и уже у вас, а вы только мысль завершили, а у него уже это все, поизвестно. Вот эти вот родовые связи, так называемые, они работают везде, потому что там безвремя, и сразу, моментально. Где бы вы ни находились, и нет у них длинной протяженности, они всегда во всем и сразу. Понятно, да? Теперь, значит, кто вот это все создавал, кто благояк, кто создал. Ну, я это плохо рисую, да, я его создал, мы его нарисовали только и всего. Вот, но так или иначе, хорошая была версия, сам себя я создал. А ведь на самом деле, смотрите, человек приходит в этот мир для того, чтобы какую-то цель достичь, пройти какой-то путь и, проходя этот путь, наломать дров, наломать веток, сделать то и сделать все и что-либо получить. Чем больше эта матрица внедрена, тем больше проблем он получает, тем больше дрова наладует. Чем она меньше проявлена, тем меньше. Значит, кто? Сам. Ответ, да? Для чего? Для того, чтобы в этой жизни получить какую-то, знаете, какую-то информацию. В принципе, вот это то, что человек говорит, это не новое, да? Всем известно давно. Ты приходишь для того, чтобы здесь получить, ну и там дальше, зависимо от конфессии, в зависимости от ее представления, каждый говорит свое. Но суть в том, что что-то здесь получить и кому-то отдать, кому-то. Кто говорит в душе, кто говорит в духу, кто говорит в абсолюту, как угодно называют. То есть, что получается? Наши родичи давным-давно, несколько триллионов, миллиардов, там чего-то там, да? Не будем углубляться. Создали вот эту вот игрушечку под названием «Солнечная система». Создали здесь земельки различные. Для чего? Для того, чтобы здесь, на этих землях, проходить определенную подготовку к каким-то действиям. И недаром говорится в древних писаниях о том, что здесь смерти нет. Почему? Потому что все, что здесь происходит на земле – это игра. Вы можете потерять тело, но через буквально несколько секунд вы же можете зачать новое тело в другой реальности, в этой же реальности, у соседей. У кого угодно. И явиться суда для продолжения того пути, который прервали. Не самый хороший вариант, скажу, но не смертельный. Все равно вы остаетесь вне смертельных. Не конечных. Хороший вариант, не самый лучший вариант, но не конечных. Не смертельных. Да. Смерти нет. Это вся виртуальная система. Часть это охрана физически, но часть ее можно сказать виртуально. Она создана для того, как здесь нарабатывать какие-то знания. Что-либо здесь получать. И двигаться дальше. Поэтому вот это вот – это всего лишь матрица в наработке вот этого тела. Но, опять же, как мы выяснили, без вот этой всей ерундовины невозможно здесь нормально существовать. Ларин. Или нет? Нет. Это как система безопасности. Система безопасности. Не будет страха, когда ты держишь об стенку и будешь убиваться каждый раз. Нет. Почему кроме страха еще может быть понимание, что не надо об стенку убить? Физическое тело – это собачка Павлова, которая строится на рефлексах, как условно и безусловно, и там еще куча всего все равно, среди которых есть как раз и то, что вызывает страх. Если убрать страх, человек, человек, физическое тело, не имеющее страха, ну, представляешь, что он будет делать, например, когда он спрыгнул с двенадцатой этажа, ну, нет страха. Чистая игра посмотреть, что будет, да? Да даже не посмотреть. Просто шагнул, идет туда. Не знаю, что нельзя в окно. Сунул руку в костюм. Нет, ну, если ты знаешь, если ты знаешь, что… Ух ты, косточки. Это не обязательно страгнул. А у нас и пропал. А у нас и пропал. То есть рука. Ты родился? Человек родился маленький. Какое у тебя понимание еще? Ты же следишь за ребенком. Собачка Павлова. Собачка Павлова, которая получает… А во взрослом возрасте можно вот это чем-нибудь заменить? Сейчас мы зайдем. Смотри. Вы достали ребенка, да? Вылез за мной. Позадился. Хлоп ему. Первый страх. Бог был. Аааа. Легкие раскрылись. Все нормально. А его там дальше. Дальше его убрали от мамы. Страх. Он кричит там. Три часа лежит, орет там. От него никто не подходит. Страх одиночества. Зародился? Зародился. А все идет отсюда. Страх смерти уже заложен в этом теле. Ребенок послечит почему? Жрать хочу. Первый уровень страх. Одиноким быть боюсь. Потом дополняется много и много и выстраивается база, в которой мы сейчас живем. Но ты возрастом возрасте нужна уже. Почему? А белый тел взросло? Так ты же взращиваешь. Это же твои условные рефлексы. Они же жить смешают хорошо. Но они же тебе и помогают. Что это страховка твоя? А почему они замехают? Ты же взрослешь собачку пологу свою. Правильно? Лапочки сгорают, слюнки потекли у тебя. Наверное. Сомец появился? Да. Сомец появился. Платье короче стало. Да, да, да. Вот там зима пришла. Не просто фуфайка, а шубейку. Да? Мы отвлекаемся. Нет, мы не отвлекаемся. Мы отвечаем за вопрос. У меня вопрос, я не понимаю. Поняла, да, теперь? То есть без страхов жить невозможно. Вопрос как их починить Высшему Я? Давай теперь мы переходим к самому главному. Но ему оно и так подчинено, как я понимаю. Как кто тебе сказал? Нет, нет. Игорь, Игорь, тебя утащили в сторону. Ты хочешь заниматься чем угодно. Воронку ты себе придумал. Нет, это вот нижнего. Отец сверху, который там играл. А они пробиться не могут. Алло, Смольный, Смольный. Да, ну да, все правильно. Смольный, там телефон разрывается, а там. Понимаешь? Ну все равно мы какие-то извращенцы. Как говорят врач? А как же? Все это планируют. Долго я помогу? А как же? Ну вот. Кто исполит? Проблема у нас какая? Мыслях создав вот эту вот, выстроив прекрасный страх, без которого животное начало не может существовать, потому что это условные и безусловные, ну безусловные изначально, но правила игры. Да, это правило игры, и в каждом отдельном случае в разных местах они варьируются. Чуть-чуть, но принцип этой тирамиды остается. Да. Уловили, все, да? Идем дальше. Теперь. Что делаем дальше? Как? Я знаю, я тебе хочу, чтобы вы начали к этому подходить. Что делать? Что делать, да? Какие строки нужны, какие не нужны? Все нужны. Надо просто гадить инструменты. Как? Как? Как отделять себя от тела? Уметь? Становиться выше. Как? Вот так же. Куча вопросов. Дерет, что Винусу Маратуна, практики ходить. Границы опробуй. Надо границы ковальству. Замечательно. Ощутить, что ты не... Надо повесить двери и ходить. Вот. Потом снять их и понять, что дело твое, а нет на тебя. Понятно. Попытаться выйти на уровне какой-то бой. Как? Как бой за минуту? Когда враги в России, на практике. Я, 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 я. Я, 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 я. Я, 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 я. Ну, жить традиции. Это будет правильно. Молодец. Смотрите, когда мы говорим про какие-то практики, упражнения и так далее, давайте себя запомним раз на себя. И это всего лишь на свой инструмент. Инструмент также применяется особенно. Инструмент также. Инструмент также. Наша задача – наработать инструментарий. Как вы наработали страхи? Вот проблема в чем у нас? Страхи-то наработали, а инструментарий люди не не работают. Чувствуете, да? Страхи есть? Ну, например, там, желание что-то сделать есть, а тело вот такое, да? Ничего сделать не может. Наша задача – набрать инструментарий. Вот чем вы сейчас здесь занимаетесь, это выстраивание, наработка, прекраснейший инструмент, необходимый для жизни. Вопрос – для чего дальше, да? Что такое жизнь и так далее? Дальше вот это. Итак, ответ я четкого не получил. Придется мне самому, да, немножко в школу, подталкивать. Как? У тебя страхи здесь внизу, с которых ты даже осознать не можешь. Ты с удовольствием даже добраться не можешь. Нужно базовое страхи. Понимаешь, что происходит? Ты по цепочке идти на него. Да. Кто осознает это? Это или тело? Это осознает тело. Тело, мы уже выяснили, это компьютер, ограниченный вот этой и вот этой планкой, низом-вверхом. Он не может вот это перепрыгнуть. А для того, чтобы это все до конца осознать, нужно превзойти это. Понимаете? Нужно превзойти и направить. Ведь это сделать не может. Ответить на вопрос, кто я? Ответь другие тела. Ответить на вопрос, кто я есть. Тело или я? Потому что многие отвечают, я страха не боюсь, а когда начинаешь там копошиться, в глазки достаточно посмотреть, там такое выстраивается. Вот это вот скорее всего похоже на, знаете, есть такая аутотренинг. Я спокойный, я совершенно спокойный, я умный, здоровый. Жертвы позитивного пути, да. То есть это аутотренинг, я не боюсь смерти. Смерти, да, ты не боишься, но почему-то всего остального боишься. А мы выясним, что главная причина всех страхов – это смерть. И если у тебя есть вот это, и ты не можешь превзойти, ты находишься вот тут, а это биоробот, он не может выше себя, он выше головы не прыгнет. Ну хотя бы нижний уровень его брать. Ну и что, это останется? Ну да. И он построит новый, он не может сам, ну нужно построить систему. В ругаетесь, нет? Понятно все. Ответить на вопрос, кто я и есть. А как это ответить? Не реально как. И вот теперь смотрите. И теперь я вот теперь даю тот ответ, который всем постоянно, который приходит. Ради чего-то это все наши лекции и затеи. Если мы выясним, что тело боится смерти, то в этом случае, когда ваше Высшее Я берет бразды правления, оно честно, вот посадитесь на стулчик, чтобы вам никто не мешал. Вот так вот сели, расслабились, и начинаете разговор самим с собой. То есть ваше Высшее Я пробиваясь через вот эти все эгрегоры, кучки всякие, воронки. За это вопрос своему телу. Наконец-то начинаете честно говорить. Включаете роговую память, начинаете честно спрашивать себя. Ты боишься смерти, я знаю. Только честно. Тело говорит. Ну да, там некто по еребенству, нет, я не боюсь. Он говорит, боишься, ты же все равно боишься. Да. Ты же физика, физическое тело. Конечно. Значит боишься. Да, боюсь. Все. Ответ получен. Боится. Призналась тело вам. Вам призналась, вашему Высшему Яму, тому, который все знает. Бог, да? Все знает. Ладно, если ты боишься, давайте теперь рассмотрим два варианта. Первый. Ты все равно умрешь. Согласен. Он говорит, согласен. Ага. Но ты умереть можешь по-разному. Умереть можешь так, чтобы помучиться. Ты умереть можешь так, чтобы просто прожил жизнь счастливым. Был здоровым. Сделал в этой жизни все. Свой план отработал. Мне помог. И спокойно закрыл глазки. Да. И хорошо. И хорошо. И как это? Помните «Белое солнце пустынь»? Тебе сразу убители помучатся. Желаю ты, конечно, помучатся. Такого ответа ни одно дело не даст. Нет, только «Белое солнце пустынь» был такой. Согласны с этим? Да, конечно. Все согласны? Спящие согласны? Если тело юморист, то… А мы сейчас говорим про серьезные вещи. Ладно. Тогда. А еще вариант есть? И только два эти. А какие? Да, предложи. Предложи. Еще один помучатся. Может быть раз. А еще можно себя обманывать бесконечно, но, уверяю тебя, самый страшный ад на земле – это личная жизнь. Бессмертие. Стопудово. Это самое страшное, что ты себе можешь придумать. Вот. Когда у человека спросили одного удалеца, сказали, если бы ты выбрал самое страшное наказание, будет для себя, будет для себя – жить вечно. Бесконечно. Потому что родственники умрут, знакомые умрут, а ты мучаешься дальше. Дело даже не в этом неинтересно. Просто через тысячу лет тебе станет здесь все неинтересно. А жить-то – бесконечности. Если развиваться не будет, все правильно. А если будешь развиваться? В замкнутом пространстве невозможно развиваться бесконечности. Если пространство замкнуто, это говорит о том, что и развитие тоже будет замкнуто. То есть у тебя канал тоже, наверное. У тебя все повышают? Ну да. Но он имеет в виду за физически. Мы же про физику сейчас говорим. Маша, помнишь, Марат говорил, повышается уровень твой, тело становится тяжело находиться здесь. Ребята, давайте так. Мы говорим или о физике, или говорим о… Да. Мы сейчас говорим о физике. Поэтому, если вы хотите самые страшные муки придумать, то попросите золотую рыбку, чтобы жить бесконечно… Так, подожди. Тогда скажи, с какого уровня? Сверх я должен кого-то просить и без уровня тела. Вот. Еще раз повторяю. Давай. Село ваше тело. Вы посадили свое тело. Угу. То есть вы уже разделяете себя и свое тело. Да. Понятно, да? Вы уже разделили себя и свое тело. И вот так вот садитесь и говорите. Мил человек, мое любимое животное, я тебя порудил. Я тебя создал для того, чтобы ты меня таскал. Он с этого даже может не начинать. Я как отступлю. Просто спрашиваю. Помереть боишься? Боюсь. Как ты хочешь помереть? Вот так вот так или вот так вот так? Говорят, конечно, вот так. Отлично. И дальше вы заключаете договор с этим телом. Честно. Заключаете договор. Не просто тело и все. Угу. Угу. А именно заключаете договор. Тогда надо понимать, что я знаю все, я нахожусь вон там. Я тебя создавал. Я и мои родичи создавали условия жизни на этой земле. Вся эта система создана нами. И ты, в частности, создана мной. Для того, чтобы я здесь, находясь в тебе, вот от этой точки просыпал вот эту точку. И по пути зашел Кваси, Сережа, Маня, Груни. Взял вот это, перенес сюда, это с собой, а это вот унес. Понятно, да? Четкая диспозиция. Она вон там вся и сна. Там план полный, есть действие. А ты мне, зараза, мешаешь это сделать. Мало того, что ты мешаешь, ты еще постоянно шишки себе набиваешь. Ты шишку набьешь, потом неделю лежишь. А у тебя жизнь всего 80 лет намечена. Сколько ты уже шишек набил? Две тысячи? Ну-ка выкидывай, сколько жизни осталось? А что ты успеешь сделать? Нафига ты не такой красавец нужен? Больный кот, да? Да я тебе копыт сейчас отстегну и на лисобой не отправлю. На животерне. Понимаешь? Честный разговор на канале дает честный ответ. Когда ты убедительно разговариваешь с Антилом, то и высшее я, когда увиденно разговаривает, он начинает опять же пользоваться системой страхов, понимать, что вот выгодно вот там быть. поближе к кухне, подальше от начальства, как говорят, да? А здесь наоборот, поближе к начальству, потому что в данном случае начальство тебя и поконит, и напоит, и вот от этой точки проведется вот сюда. И сделает так, чтобы ты по дороге ноги не сломал, чтобы тебя не пристрелили там, да? Чтобы ты это и это не сделал. Благодать. Ёква Рассатейка, вот нет такого этого хозяина, сказала тело. Алексей, а почему у него вообще должен с ним договариваться о чем? С этим телом. А почему нет? А почему да. Почему нет? Зачем мне с ним договариваться? Хочет он, боится. Он боится и бойся. Я его как бы не напрягаю уже этим. Он, если хочет он бояться, бойся. Все равно оно конечно, оно придет и умрет. У него он проходит какой-то срок. Я-то нет? Я-то иду дальше. Так это же твое тело инструмент здесь. А почему? Это свой инструмент. Почему ты Макса просишь сейчас? Это же мой инструмент. Это мой инструмент, поэтому я им пользуюсь. Но ты же бережно к инструменту-то относишься. Я его использую так, как мне удобно. Если ты хороший хозяин, ты инструмент бережно. Здесь же правило, мы работаем. Даже по машине. Если я хочу, чтобы на машине дольше есть, я его мою. Это то же самое. Это тоже самое. Это тоже самое. Не-не-не. Это не диану зашлакована. Оно все равно потом дальше тебе будет. Конечно. Это никого тогда парень не делится? Пошло. Я не буду тебе договариваться сейчас. Я буду делать МТО, я буду его чистить мы, потому что мне это выгодно и удобно. Но никак. Оно мне будет ставить сложно, страшно мне, не страшно. Подожди, подожди. Ты, видимо, не услышал. Это то же самое. Не оно тебе ставит услуги, а ты истинно договариваешь, чтобы оно выполняло свои функции. Запомни, у тебя не просто автомобиль на четырех колесах, где есть бортовой компьютер, вычисляющий что-либо, напечатающий твои запросы. А тот, который саморазвивается, как сказал Павел, самосовершенствуется и перепрограммирует себя. Он в жизни не будет ни совершенствоваться, ни развиваться. Не, не развиваться. Я говорю про приезжей. Показываю знания программирования. Смотрим сюда. Смотрим сюда. Почему я сказал, понял ли? Не понял ли? Зашеваю. Смотрим сюда программу. Сначала пришел. Троянские конечки. Смотрим сюда. Кто-то себя заморочил, сделал воронку. Канал забит. Алё, Смольный не работает. Кто-то подключился к эгрегору. Эгрегор работает на что-то другое. Здесь таких эгрегоров… Мама не горит, сколько таких эгрегоров. И они все работают на что-то другое, но не на тебя. Они не участвовали в создании нашей игры. Это эгрегоры привнесенные. Вернее, не сами эгрегоры, а людей судьбы. Кто положил начало этим эгрегорам – это ребята с нашего двора. Это не наши. Отвлекающие факты. И вот тут как раз вот эти вот… Кто-то подключился. Как ты вот сюда пробьешься? Если кто-то просто взял, так вот и крестик хватит. Где ты тогда? А тело живет. А ты где? А крести колес? Мольные нет. Ту-ту не работает. Ту-ту вот сюда провод протянул. Ты можешь сказать «Здравствуй, мальчик, бананам, ту-ту-ту-ту». А он молчает. Понимаешь? очень правильно с точки зрения того если у тебя канал вот такой чистенький аж светится подходит какой-нибудь умный бродатый дядька глазки закрыл кровь и святой вот это вариант хороший но извини не наш случай не наш наша задача подключить сначала себя а вот он скажи тогда но сначала ты должен сейчас у нас включается сейчас включается машина который это осознает и хочет чтобы было так а так ли это есть к сожалению такого очень мало отлично идем дальше для меня непонятный момент я для себя допустим ну допустим сейчас не так раньше я думал что я это самое дело страхи те же программы там и так далее я то есть вот это я до тела то есть получается как как я осознанию себя я что верхний пускай а не очень как бы допустим на уровне ума да можно сказать что да я вроде что-то такое высшее но как бы поверить в это еще достаточно это тяжело поверь и будет дано тебе напрыгать с ушки это как-то даже не поверить воронки мусор эгрегор и прочая тема да и ты же сюда тоже не скажешь что я там что-то такое все расскажет я самый крутой да я вообще тут болею как и мягкие пушистые все же будут я я я я я я себя осознаю конечно молодец и я нисколько не хочу спорить так вот так и есть и короче вот как ты думаешь так оно и есть именно так и никак другому не может быть я говорю то что скажем так это мои бренья рожденный ни с того ни с сего как-то ну ну не выспался человек и вот что-то в голову пришло и вот и начинает что-то рассказывать другой вопрос проверишь ты не проверишь но но это проверено и много раз мало того не только с собой я еще это вижу встречаюсь с тобой и вижу у тебя такая проблемка да встречаюсь с другим у тебя вот такая проблемка и после того как это я исправляю чтобы он чуть произошло он чуть без меня выскочила хочет он не бурлить ничего о чем-то момента пока ты находишься в этом внутри этого не понимаешь это то есть как бы это только снаружи можно будет не надо прежде сказать давай 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 то вот есть вот есть такой вот как детям Есть теорема, что она заказывает, есть аксиома. Вот аксиома, она на уровне доверия. Не с точки зрения нашего ведического представления веры, веры, да? То есть, введение божественной сияющей мудрости. А именно доверия. Вот вам сказали, птичка брунда. Все, птичка брунда. Кто сказал? Вон, 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 вон. А если это скажет, нет, птичка это крокодил тогда будет. Ну хорошо. Помните про то, крокодил летает или нет, да? Нет. Вот такая, подходит первоборщик, служащий. Говорит, крокодил летают к старшине. Ну как сказать, дурак что ли? Ну как летают? Ну ползают они зеленые такие, зубастые. Они летать не могут. А товарищ лейтенант сказал, что летают. Да? Ну ты знаешь, есть, конечно, особи, но редко, очень редко. А вот товарищ капитан говорит, что все-таки летают и часто. Ну они на зенку так, на зенку, но если вот захотят. А вот полковник сказал, что они высоко. Ты как, это я сначала на зенку, только взовьются. Вот давай так. Мы сначала говорим с точки зрения аксиома. Есть такое понятие аксиома. Вот давай сейчас, чтобы от не мудрости к рукаву, чтобы вот эта Чикалышкина не начала за тебя все решать, за тебя решение. Ты это примешь просто за аксиом. Вот эта вот система построения. Есть некая информационная база, где находится всемирье, все божье и так далее. Который ты прикреплен, ты не можешь от него отключиться. Оно существует, даже если крестик ставится в одну сторону, а оно все равно происходит. в любом случае. Другое дело слышит ты его или не слышит. Снимаешь с трупы или не снимаешь. В каком-то состоянии и так далее. Выключил бы ты громкость, да? Чего? Чего не слышишь? Чего? Тебя там слышат. За тобой наблюдают. Да, не знаю. Понятно. Причем, если мы потом начинаем на земные, немножечко в сторону, на земные планы переходим, у нас здесь четыре измерения, да? Где-то восемь, где-то шестнадцать, двадцать, 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 восемь, пятьдесят, шестьдесят, шестьдесят, да? И так далее. Есть миры, где вот самый верхний, где нет этого ничего вообще. То есть там растворяется и все. Как вот смотрите на радугу. Сколько цепь радуг? Силь. А кто-то подходит козырь и не будет, что говорит, как Еси, ничего. Тут переходы, 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 и вот только тут начинается. А у кого зрение вообще говорит? А тут нет вообще переходов. Я вижу вот цельное все. Как-то вижу. Вот чем больше вот этих вот уровней, уровней, уровней и делений, тем вы ближе вот к этому. И когда вдруг все сливается воедино, вы находитесь вот тут. Но тут в физическом деле. Находиться нельзя. Ну невозможно просто. Потому что физика чем-то ограничена. Право, лево, полно, тепло, всего темно. Понимаете, да? Да. Физика всегда ограничена. Вот эти вот товарищи всегда ограничены. Вот эти вот хорошие, красивые человека в разной визе. Ясно? Да. Я просто хотел сказать, что ты, извини. Когда ты садишься, начинаешь разговариваться. Недавно я сажусь. Да. Ты ему что-то говоришь. Она тебе говорит, что ты отвечаешь. Ты 0-3 вызвал? А-а-а. Тут я со своим телом говорю. О-о-о-о, еще один. А мы случайно? Мы случайно. Нет? Не с 7 приехали? Да. О-о-о-о. Тут уже раз 10 сидит. Все разговаривают. Да. Кто с кем разговаривает? Все. Вот. Все. Ксиома, включая твое Высшее Я пробилось наконец-то. А лё сработало, а твое тело труппу сходило. Ахмани. С него труппу, и ты говоришь. Дорогое мое тело, я тебя породил. То есть априори берем? Да. Вот так Ксиома. Все. Я тебя породил. Этот мир создан нами. Я там не участвовал. И главный может сказать, смотри, в прошлой жизни как шпоп, вырежет. Помнишь себя? О! Все. Ну только доказательства кому-то это не надо. Нет, ты же понимаешь в прошлой жизни, да? И понимаешь, что в прошлой жизни это не то, что сейчас есть. Физика изменилась. А память-то оставалась. Где память? Здесь что-то память? Нет. Памяти здесь нет никакой. Здесь мы счастливыми. Нолики, там единички, нолики. Щелк, 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 щелк. Умливаем. Все. Понятно. То есть все. И говоришь, дорогое мое тело. Еще раз. Я тебя слушаю. Ну вот. Я могу тебя уничтожить. Как говорил Тарас Бульба. Я говорю, да, я тебя поройду. Я тебя убью. Вот мы до этого дома не дойдем. Я тебя создал. Создал для чего? Чтобы ты вот из этой точки дошел к этой точке. Чтобы ты зашел к маме, грунт, взял это и принес сюда это. Ты согласился, когда у мамочки находился, я тебе программу заложил. И ты, в принципе, не возражал. Ты родился, я за тобой следил, мы с тобой общались, я создавал условия, чтобы ты не помер и так далее. Все. После этого переходим к самому важному. Смерти боишься? Он говорит, боюсь. Что делать будет? А я не боюсь. Ты вот это знаешь? Он говорит, нет, не знаю. А я знаю. А он его знает? Кто не знает? А я знаю. Кто из нас круче? То есть по беде с айфоном. Твой айфон оказался с большими словами. В общем. Да. А у этого так это. И чем больше он знает, тем меньше, меньше, меньше. Ну, короче, и ойфон вникать. В конечном итоге, ты говоришь ему, теперь запоминайте слова волшебные. Рэкст, 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 рэкст. Помните, да? Посолите за эти монетки. Запоминайте, когда вы договорились и тело поняло, что оно здесь ничто и зватель никак, вы говорите, а вот теперь, дорогой мой, товарищ, друг и предятель, я полностью беру управление в свои руки. Что тебе это дает? Поскольку он живет в страхах, он живет в бессорской системе демонической. У демонов работает система договоров. Систему договоров они нарушать не имеют права. Знаете, демоны никогда не нарушают договоров. Иначе это смерть для них. Да, контракт подписан. Контракт подписан. Все. Ваша задача подписать контракт не по-другому. Не так это все. Если сильнее, то нарушают и плевать не хотят. Стоп, стоп, стоп. Этого мы еще всегда хочешь коснемся. Да, еще хочу коснуться Васи, Ивани, Петя, зайти, план. Нет, стоп, стоп. Мы с тем не договорились тогда. Время уходит, а тем еще не договорились. Паша, я тебе объясню потом. Давайте расскажешь. Итак, возвращаемся к мрачам. Каждый раз приходит встречаться к началу. Чем отличается магический путь от демонического? К демоническому можно начинать с любой точки зрения. Потому что разрушать можно какой-то другой. Божественный, всегда, магический или божественный, лучше божественный применять. Когда вам приходит, скажем, надо возвращаться к началу. Вот каждая ваша перебивка меня возвращает к началу. Я говорю, только когда вы закончили. Итак, вы доказали телу, что оно не то, что оно боится страха, боится смерти. Вы говорите, я тебя создал, да? И я тебе предлагаю следующий контракт. Ты будешь жить в достатке. Ты не будешь нуждаться в еде. Ну, то, что тебе нужно для того, чтобы жить. То есть, это тебе не будет золота и так далее. Это тебе не нужно. Не надо вмещать бриллиантов, платья. Это не нужно. Достаточно. Ты не будешь нуждаться. Ты не будешь болеть. Ты умрешь очень спокойно, очень тихо, в радости. Умрешь в радости. И все будет хорошо. Тело это принимает как высшую награду. Вы представляете, ему теперь не надо ломать мозги, как жить. Не надо париться, что делать. Вы за него все решаете. Почему люди гучкуются? Потому что всегда есть лидер, который лучше его знает, куда идти и что делать. Замечали это, да? И поэтому, как косяк какой-то, рыгий, все сбиваются. Потому что где-то есть вожак, который лучше всех знает, как вас пробовать наести. Ясно, да? И поэтому тело, он видит, что оказывается, не надо теперь за кем-то бегать пучковаться. Оказывается, крутой вожак есть, а я просто на нем не знал. Так вот, прям вот тут, вот тут, куда дальше что? И ты просто спрашиваешь его. Ну что, подписывай мне дорогу? И ты мне теперь подчиняешься? Он говорит, да, подчиняюсь. Как только слово «да» подчиняешься, и дальше следующее. Запомнили это? Следующий получается этап. Он говорит, что у каждого вот такая шишечка есть. Я называю капсулой имплантант. Капсулой. Почему? Ну, мне что-то хранится. Имплантант, потому что она старая. И она соединяется с теми частями мозга, которые ответственны за вашу жизнь, за вашу разум и все остальное. Через которое и будет алёк производиться управление. Понятно? И вот тут теперь ваша задача, пока тело находится в договоре, в эйфории, в ожидании чуда, наладить вот эту связь. Вот капсула вода, это и есть в своем голове. Вы мне не находитесь. Вы находитесь здесь. По связующей нити, вот через эту связочку, закрепленную, как матрица, да? Фок включили, реальность включилась. И выключаете все, что необходимо здесь. Связь работает. Вы, Высшее Я, пользуясь божественной базой данной, этой всей структуры, без времени, без пространства, получаете информацию из любой точки пространства. Потому что то, что не имеет пространства и времени, может проникать куда угодно. Ясно? Вы владеете всем. И включая, так называемый, ваш родовой канал. То, о чем долго говорили большевики, и то, что постоянно меня спрашивают. И вот этот ваш родовой каналчик, ваша нить, начинает, наконец-то, работать. Не через играй, не через какие-то там кучи непонятно чего. Не через какие-то самоамбиции, воронки, самости. Непосредственная работа. Тело счастливое и довольное. Человечку убивается. Потому что теперь, наконец-то, появился хозяин, который этим управляет. И вот тут тогда, через вот эти все дела, каждая клеточка начинает работать по роду. Каждая клеточка вашего тела. И это называется уже родовая память. Генетическая, по современному, память. Память крови, которая связана здесь, по этому уровню и на земном уровне. И тогда человек, начиная жить, как чьи его, становится разом. И тогда вы получаете знания, данные и все угодно сразу, непосредственно, моментально. Понятно? Вопрос. А вот ты говоришь, вот сел, да, и подключаешься в своем я, непосредственно. Нет, нет, нет. Я не сказал, подключаешься. Я сказал, что ваше высшее я усилие, что ваше тело такой степень сейчас доведено, чтобы понимать, что что-то не так. У него созрела необходимость у тела что-либо решить какую-то проблему. И вот тут вы уже, высшее ваше я, то есть вы истинный. Пользуйтесь моментом. И, наконец, он трубку снимает. А если не получится связаться со своими душами, а ты не можешь не связаться. Смотри. Тело, давай так, ситуация какая. У многих из нас тело доведено до крайности. Если вы находитесь здесь, это говорит о том, что вы начали искать. Выход из той ситуации, которая у вас возникла. Можете себе придумать много проблем, но это так и есть. Если вы здесь, вы решаете те проблемы, которые у нас накопились. Кто-то решает эту проблему, кто-то решает это. Это отлично. Главное, что вы решаете это. Вы пришли сюда изменять свою жизнь. Значит, вы помните, что что-то в этой жизни не так. Согласны с этим? А раз так, значит, эта структура вас перестала удовлетворять. Так? Да. И вы хотите, наконец, чтобы она, система страхов, начала работать над соседанием. Правильно? Да. Поэтому, когда вот это вот произошло, вот этот налет, ты этим сразу пользуешься истинным предметом. Трубку снять, начинаешь диалог. Ты работай на товарищ. Ты не устал там? Ой, устал, устал. Товарищ, я с ним помогу. Все, и включаешься. Понятно? Ну, вот, мне все равно понятно, как вот именно подключиться, чтобы вот все единицы, именно средства. Ты уже подсвенил. Ну, это надо начать делать просто. Просто начать делать. Ты же сейчас, сейчас, по сути, говоришь и тело, вот сейчас тебе что говорит? У тебя сейчас говорит и тело, и твое высшее Я. Но, поскольку еще до конца у тебя связи не настроены, договор не подписан, сомнения, которые песни русская там или я дала, да? Они очень четко у тебя сейчас крутятся, и ты не можешь покаясь своей точки, что это уже ты говоришь. Истинно. Трансформация еще до конца образа не происходит правильно. Но говоришь уже ты. Потому что тело готово воспринимать. Хозяин, ты где? Хозяин? А? Понял? Ты уже здесь находишься. Ты уже подключен. Вот теперь важное желание твое, исправить жизнь, должно перейти к тому, что ты наконец-то станешь тем молодценным хозяином, заговоришь со своим телом. Начинай договориться со своим телом. Просто идти, в данном случае, на пролом, в данном случае. Стоп, 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 тормози. Стоп. Копы-то не стучи. Выдает обед? Понятно. Давай разговаривать. Давно я ждал команды. Давай сядем посильнее поговорим. А вот когда начинаешь что-то делать, эти штуки сверху отваливаются, да? Сам собой. Вот эти воронки, мусор. Иногда да. Иногда моментально. В некоторых случаях бывает такая ситуация, что очень сильно перетянута и нужно кому-то помочь. Но лучше ты сам. Ты говорил, что в каждой компании определяется лидер. Вы, соответственно, все вроде к нему и держите его. Но не всегда же лидер говорит, что ты или я лидер, вы за мной. Именно так он не говорит никогда. Вот. Договор с ними совсем не подписан. Я лидер. Поэтому, почему, что надо обязательно договор заключать? Или же оно… Хорошо. Я помню. Я отвечаю сразу на вопрос. Скрытый и явный. Скрытый какой? Скрытый. Почему тянутся? Ну да. Почему тянутся? Это скрытый вопрос. Значит, почему тянутся? Тянутся, потому что с вами царь и царь в голове не работает. Люди себя чувствуют ущербами и что-то не получают. Да. Они чувствуют. Да. Они чувствуют в том, что лидер, он сильнее. И даже для кого не надо подписывать. Он просто у него, помните, красношапочка эта. Да. Потому что у твоего брата были зубы поострее и подлиннее там, да, и так далее. То есть, чем-то он выделяется и за ним, как за каменной стеной. Но ответственности меньше, проще так. Да. То есть, за ним в косяке проще идти. Да. Он там пробивает путь, а ты за ним прешь и все. Уже, как пил Высоцкий, там, колея проложена. Ну, что там, колея сиди, газ тебя нажимай, с роли его браун. Да есть понятная ответственность самая нет. Таково. И тут никаких договоров не надо. А вот, что касается договора, договор уже тут может осознанно быть. Почему? Я же бы, я сказал, что вот в этом варианте физическое тело находится на демоническом уровне. Там, где есть животное начало, без которого мы не можем существовать. Это демонический уровень. Животное начало – это всегда демонический уровень. Самый простой. В нашем мире, в нашем проявленном уровне, здесь про землю. Поэтому, если есть демонический уровень, хоть чуть-чуть демонического. А здесь много демонического в теле. Я не говорю про бесов, чертей и так далее. Я говорю про наш уровень. Там еще круче всего. То здесь необходимо заключить договор с ним. Потому что демоническое все работает на уровне договора. Да – нет. Компьютер. Да – нет. Да – нет. Дуал – единица. Ноль – единица. И когда подписан договор, он уже начинает его применять. Он нарушит его, вот трудно нарушить уже. И когда мы говорили о том, что вот там слетают… Не слетают, потому что, на самом деле, нет договоров. Тех правильных договоров. Там, по поведению, да, может быть. А вот такого договора, кровного договора, а ничего не может быть более кровного, чем ты и высшее я твоё тело, да, и говорить, чем высшее я и твоё тело, ничего другого будет не может. Поэтому здесь именно нужен договор. Наконец-то надо стать хозяином своей жизни. Столько лет нас учили, что мы, не хозяева своей жизни, столько, я так сказать, мы двигаем, что пришло время на верстать текущую, подойти по хозяйству к самому семье, к самому телу. Понятно? Алексей, мы можем сделать перерыв? Я уже закончил. Вопросы еще. Вопросы еще. Вопросы еще. Вопросы еще. А о том, что вот это заключили договор, и стоять перед человеком, с чего начать, что сделать, какой вопрос задать? Я вот не свой вопрос пойму. Мне кажется, сама я с понятной с вами, да? Нет. Значит, давайте так. Первое, что мы должны сделать, это хотя бы вот это усилие с собой сделать. Если мы сейчас не заключим, если каждый сейчас не заключает договор с самим собой, своим телом, в этом случае все остальные разговоры становятся бесполезными. А вот что делать дальше? А вы тогда на что? То есть оттуда пойдете? Конечно. Вы уже заключили договор, и все пошло. И все пошло. Тогда вам уже подскочить нужно. Почему я не хочу быть каким-то там правительством? Говорят, а вот скажи мне вот так. А ты тогда где? Ну я это решил. А ты тогда где? Но задача моя, что тебя подсадить на какую-то зависимость от меня, но это демонический путь, я не делаю. Моя задача дать тебе не только рыбу, выловленную вновь, не только удочку, сделанную вновь, но и научить тебя эту рыбу чистить, делать удочку, выловить эту рыбу. Вот моя задача. Есть уровень привязок, это демонический уровень. Страхи. Я привязал на страхи. Чем сейчас нас всех и держит? Вся система, обратите внимание, система управляющая этим человечеством выглядит точно так же. Ниже страхи, вроде бы явные, бытовые. А вышних страхов не видно. И не видно того, кто этот страх создает. Поняли? Вот эта система демонической сущности, она как внутри самого человека в виде страха, так и внутри наших всех систем правильных на Земле. Кроме одной, геодической, которая была изначально создана по той матрице, по которой создана вон там все. Потому что ее создавали вот эту всю школу, детские сады, землю я имею ввиду, и систему образования здесь на Земле и других землях для того, чтобы мы развивались двигались. И кто их создавал? Создавали ведические существа. Мы сами, наши предки. Если мы этим не пользуемся, мы теперь с собой преступления делаем. Мы совершаем величайшее преступление. Мы уничтожаем сами себя. И каждый раз себе белки в колесо засовываем. Каждые там 15-20 лет нам заново начинается развиваться. Заживали до 40 лет. Настолько это оказывается, что половину пути мы не прошли. И опять, через 80-60 лет жизни, потому что эта система нас разрушила. И опять то же самое. А то, честно, когда ты осознаешь как высший яд свой собственный… Себя осознаешь. Да, себя осознаешь. Тогда ты уже и знаешь и откуда, куда и кому по пути зайти. Ну ты же все это создавала. Да. То есть сразу ты как бы… Конечно. Ты знаешь. И точка отсчета не будет. Ты сам себя осознаешься. Сам себя осознаешься. И тогда человек становится человеком. Он управляет этим веком. Он главный этим веком. А так это человекообразное. Понимаете разницу? Человекообразное. То есть потом там людина, да? Житель. Житель, людина, человек, аз. В какие азы, ребята? Какой человек? Любимый. Понимаете? Мы находимся… Вот черта… Житель. Вот черта… Мы даже находимся уже нежити. Мы себя разрушаем. А нежити – это уже ниже черты. А дальше не люди, которые уже человеческого облика не имеют. Дальше бесы идут еще ниже. И так далее. Мы находимся ниже черты. Мы уже себя разрушаем. Нежити мы не живем. Мы разрушаем себя. Мыслями. Питанием. Поступками. Делами. Страхами. Вот это человеко главенствует над нами. Ну, подожди, ты не опускай всех. Уже, в принципе, житель, кто задумался, зачем он живет, кто ее есть, уже глаза открываются, он уже начинает как бы думать уже зачем это все. Все, кто присутствует здесь, если присутствует, задают вопрос, уже хотя бы проснувшиеся. Ну, по сравнению с тем, конечно, которые управляют здесь. Да. Ты говоришь, что этот детский сад создан мы. Мы сами созданы. Мы же часть этого времени. И тела, которые здесь есть, тоже созданы мы. Да. И вот эту систему страхов тоже создали мы. Иначе система жизнеспечения невозможной была. Мы хотим оставить ее на место, чтобы она нам служила. Эта система животного начала жизни. Жизнь самой примитивной. Самосхранение. Самосхранение. Если мы ее не используем, когда ей подчиняемся, она нас разрушает. Если мы ей не подчиняемся, а ее используем, используем на пользу. Тогда она служит нам. И тогда человекообразность становится человеком. Потому что система сохранности в нем работает. Предохранитель он не пережигает. Он не лезет на рожок. И даже если что-то случилось, сгорел предохранитель, его заменили, и все нормально. Что такое болезнь? Предохранитель сгорел, пробил. Вытащили, новый вставили. Все. Вел робот готов, поехал дальше. У нас это неестественное состояние. Нет. Мы сейчас не хотим просто намеснуть о других гуманоидах, которые здесь присутствуют. А я не знаю, что хронами, которые нас пытаются... Сейчас? Сейчас ты намекаешь. Я хочу... Мы с ним просто говорили. Нет. Вы просто говорили. Вы просто говорили. Я бы имел этот смысл. Вон те, ребята, из нашего двора. Вон они, которые... Другие гуманоида, так назовем. Но они используют нашу систему. Они, конечно, они пользуются. Деморируют ее. Есть прекраснейшая система биороботов, которые можно капсулой имплантант использовать. Ее можно переправлять. Как это, переключили на новые рельсы, поиск у ту едет. Не знаю куда, на светлое будущее. А что ж наши такие слабенькие-то плаваши? Кто слабенькие? Ну, которые позволили тем ребятам переключиться. А это не о слабости говорить, а о этой силе. Это наоборот, о этой силе. Если мы знаем, что это игра, нам волноваться нет. Согласен. Играйся, парень, сколько хочешь. Да. Потому что игра придумана нами. А вот если бы мы были слабенькими, мы бы как они держались и через насилие заставляли обезьян служить на благо человечества. Из обезьяны как даром делали человек. Но мы-то не дарами. Мы с семьей не работали, нет? Сими обезьян вначале. Мне кажется, что слово семит произошло отсюда. Ну, есть такая теория. Поэтому, когда говорят, что даром написал, что человек пришел от обезьян. Мне говорят, что человек пришел от евреи. Потому что семья – это обезьяна. И семит – понятно. Он просто перепутал, поэтому написал, что это не евреи, ни от них пришел от человека, а от обезьян. Ну, кто-то от обезьян, кто-то от Адама. Кто-то все здесь создавал, чтобы они могли каким-то образом себя тоже здесь проедить. Все, что на этой земле находится, создано не просто так. Оно все для чего-то нужно. Поэтому, кто говорит, что не нужны наркотики? Я говорю, нет, они нужны. Конечно. Ну, для чего? Если вы садитесь и, например, просто наркотик употребляете без дела, вы себя разрушаете. А если вы воин, если вдруг вас ранило, вам надо выжить. И вот тогда вы применяете наркотик для того, чтобы добраться до волхвата, до бекаря, до целителя, чтобы он вас остановил. Но в сознании добрали, что будет. И без болевого шока, да? То есть, вы для этого нужны. Или произошло что-то, и необходимо срочно отключиться. Или какой-то человек, который, например, попал в ситуацию, когда нужно попасть в иной мир. Ну, физический, в иной мир. Там проявить что-то, достать оттуда. Раз, прыг. А табак кто это вообще? А? Табак. Мне кажется, вам не зачем. В общем, хорошая интеллектация. Табак – прекрасная вещь для пугивания всяких слизней. Да, да. Комаров. Семь, пять, пять, пять. Сладаться сам. Ну, ладно. Мы сейчас сейчас переходим. Смысл ять? Да. Инструкция дана? Да. Не просто так я побрехал, нет? Есть о чем-то. Четкая инструкция. Спасибо. Да, спасибо. Благодарим. 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 Мы благодарим. Спасательно. Благодарим. Поэтому, смотрите, еще раз, обращаюсь. Есть инструменты, есть мастер, владеющий инструментами, есть тот, кто дает проект мастеру, есть заказчик. Человек. Он является и заказчиком, он является и разработчиком, он является и мастером, и наработчиком инструментов. Вот чем вы сейчас здесь занимаетесь, это необходимый набор и настройка вашего инструмента. Многие даже до этого не дошли до элементарных вещей, до настройки своих уровней, телес, там, быстро и все остальное. Народное Славянское радио. Все нужно. Все важно. Дер fluночисно под ролики. Увидимся. Прожи. Простите.